МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Анатолия Бармянцева своя собственная методика образования. О ней и талантливых детях в эти минуты в нашей студии преподаватель расскажет моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Анатолий Михайлович. Доброе утро. Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Вы достаточно редкий гость, потому что вам всегда некогда. Но хочу нашим зрителям, тем, кто не знает вашего творчества, сказать, что вы человек особенный. В моем понимании вы человек очень неординарный. Даже когда вы идете по улице, на вас невозможно не обратить внимания. Вы всегда одеты не как все. Сегодня вы пришли очень скромный, только всего несколько колечек на вас. И такой красивый кулон. А вообще вы очень интересный человек. Ну, не это главное. А главное то, что вы интересный педагог. А педагог вы театральный. Закончили вы в свое время ГИТИС, режиссерский факультет. Сейчас вы свою жизнь посвятили преподаванию. Я хочу у вас спросить. Есть в республике актерские, актерски одаренные, талантливые детки? Бэл, ну, во-первых, я очень рад тебя видеть. Спасибо. Наконец-то мы с тобой встретились. И, отвечая на твой вопрос, талантливые дети есть везде. Вопрос, увидишь ты или нет. Рассмотришь, услышишь ты. А может быть, иногда надо выбивать. Бывает и такое, что приходится иногда выбивать желания. Потом они начинают понимать, что да, они этого хотят. Ну, я знаю, что дети вас очень любят. А родители поддерживают вот таких детей? У нас же все-таки свой менталитет. Поддерживают. Вот те родители, которые понимают, что это нужно, что нужно уметь правильно говорить, элементарно. Потому что это общение, это коммуникация людская, человеческая. Те, да, помогают. Но есть определенные категории родителей, элемент-группа, которая как моя база, я не знаю, как поддержка во всем, во всех конкурсах они организуют. И, ну, естественно, финансы сама понимаешь. Да, да, да. Сейчас все это упирается в финансовую сторону. Поэтому они помогают, они находят, они организуют. Даже когда нужно декорацию, они находят людей, которые это сделают. Они находят, надо напечатать, вот мы делали новогоднюю сказку, баннер новогодний. Сделали буквально какие-то, ну, я даже не заметил, когда это все произошло мгновенно. Также это костюмы, пожалуйста. Это много значит? Безмерно. Анатолий Михайлович, ну, если говорить о ваших методиках преподавания, давайте вот не будем говорить о том, что скучно, вот так, вот так, вот так я делаю. Основные какие-то базовые принципы какие? Первое, второе, третье. За такой короткий промежуток времени методику не расскажешь. Это процесс. Единственное, хочу сказать, что методика возникает. Да, нам спускают какие-то определенные правила, методические указания, но методика возникает, вот приходит к тебе первый класс, ты делаешь набор, ты смотришь, и ты создаешь новую методику. Вот к ним, к этим шестилеткам, семилеткам. К каждому. Вообще да. К каждому. Есть общее, когда ты смотришь, но без того, что ты обращаешь внимание на каждого, слышишь каждого. Я же, не даром уже у меня есть еще индивидуальные занятия. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Да, я бы хотел, конечно, чтобы дети мои, ты бы детей моих пригласила. Обязательно пригласим. Спасибо тебе, Белла. Я очень рад был видеть. Спасибо. Всех благ. Всем. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на карачаевском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вецкие меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 10 по 14 февраля в доме предпринимателя «Город Черкесск». Город Санкт-Петербург представляет. Верхняя одежда и обувь со скидкой до 70%. Только два дня. 11-12 февраля. Город Черкесск. Государственная филармония. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета.пгу.ру 13 февраля в 12.00.